С вами Евгений Карташов и в этом уроке я расскажу, как в Lightroom конвертировать изображение в черно-белое. Первый, самый тривиальный и напрашивающийся способ, это нажать в панели Basic, вот эту кнопочку Black and White, и получить достаточно такую плоскую, не очень красивую картинку. Следующий шаг, который напрашивается сам с собой, перейти во вкладку HSL Color Black and White и нажать здесь кнопочку Auto. Получаем картинку еще хуже. В чем же дело? Дело в том, что алгоритм Lightroom действует так, как ему хочется. Он выполняет те действия, которые заложили в него разработчики. Что бы здесь сделал я? Я бы осветлил кожу, причем значительно, практически выбелил ее, и сыграл бы на контрасте между волосами, кожей, губами и вот этими вот частями одежды. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Когда мы переводим изображение в черно-белое, нажав Black and White, у нас доступны следующие регулировки. Можно локально изменять яркость цвета. Давайте я сброшу настройки, нажму клавишу Alt, и тогда вот эта надпись Black and White Mix превратится в кнопку сброса. Кликаю и сбрасываю настройки. Видите, даже с настройками по умолчанию изображение выглядело лучше. Теперь мы постараемся улучшить его еще сильней. Для начала постараемся не прибегать вот к этим регуляторам, займемся ими уже ближе к концу. Сначала нам нужно настроить яркостный контраст изображения. Какая основная проблема подстерегает нас при переводе изображения в черно-белое? Это исчезновение хроматической компоненты. То есть у нас нет цвета, нет цветового контраста. Все черно-белое изображение строится на контрасте яркостном. Но так как могут оказаться яркие насыщенные цвета, близкие по яркостной компоненте, то когда мы уберем цветовую компоненту, они окажутся практически однородной плашкой. Такое вполне может случиться. Значит нам нужно в изображении усилить максимально яркостный контраст между цветами. Вот это как раз делается с помощью данной вкладки. Но сначала мы попробуем настроить яркостный контраст с помощью панели Basic. Для начала попробуем найти здесь, выставить точку белого. Фон мы за белое не принимаем. Самой светлой точкой здесь может являться какой-либо участок кожи, то есть область с мягким диффузным отражением. Блики мы также не считаем за точку белого. За точку белого в Lightroom отвечает параметр whites. Нажимаем и удерживаем Alt и начинаем двигать whites. Периодически отпускаем Alt и смотрим, что же у нас получается. Можно сдвинуть еще дальше. Видите, фон у нас постепенно исчезает. Вот мы сдвинули whites практически до 100%. Для того, чтобы увидеть пересветы, просто наводим курсор и уже видим, где у нас проблемные области. Но при этом нас подстерегает еще одна проблема. Может снизиться контраст в светлых областях. Для того, чтобы его несколько вернуть, мы используем регулятор Highlights. Сдвигаем его немного влево. Таким образом мы заодно и убираем пересветы. Сдвигаем. Как видите, изображение становится уже лучше. Теперь давайте займемся точкой черного. Как видите, она у нас ушла. Для того, чтобы поставить точку черного, мы используем регулятор blacks. Также зажимаем Alt и двигаем blacks влево. До тех пор, пока у нас не появятся участки черного. Вот таким образом мы уже выставляем с вами точку черного. Теперь можно немного подтянуть Shadows. И мы видим, что изображение стало уже выглядеть значительно лучше. Если тени слишком осветлились, можно всегда вернуть их обратно. Здесь бы я их не стал слишком осветлять, если только чуть-чуть. Также немного сдвигаем точку черного. И в черно-белых изображениях для придания большего визуального объема можно использовать регулятор Clarity. Сдвигаем его примерно на плюс 15, плюс 20. Вот так. Посмотрите, насколько лучше стало выглядеть изображение по сравнению с настройками по умолчанию. В конце урока я сделаю снимки, и мы сможем сравнить, каким у нас изображение было с настройками по умолчанию, и каким оно становится при ручной настройке тоновых диапазонов. Теперь можно попробовать еще больше осветлить кожу, если необходимо. Для этого заходим на вкладку Black & White Mix. За диапазон кожи у нас отвечает оранжевый цвет. Чуть-чуть сдвигаем его вправо. Если появляются легкие пересветы здесь, это не беда. В черно-белой фотографии это нормально. Также мы можем немного затемнить губы. За губы у нас отвечает красный цвет. И с помощью него мы можем вот таким образом осветлять и затемнять губы. Немного затемняем. Вот такая у нас получается интересная графичная картинка. Затем, если необходимо, избавиться от пересветов. Переходим снова на вкладку Basic. Зажимаем и удерживаем Alt. Highlights. И чуть-чуть прибираем. Можно избавиться, но лучше не делать это до конца. Теперь давайте сделаем снимок. Зайдем вот сюда, Snapshots. Назовем его После. Create. Затем давайте сбросим настройки по умолчанию. Reset. Нажмем Black and White. И вот такие настройки у нас были в Black and White по умолчанию. Также создаем новый снимок. Ctrl-N. Это комбинация клавиш создает новый снимок. И вводим название до. Нажимаем Enter. Теперь у нас есть два снимка. До и после. Переключаясь между ними, мы отчетливо сможем увидеть разницу. Вот таким изображением было при конвертации в черно-белое по умолчанию. Вот таким оно становится после ручных настроек. Я думаю, что вам, конечно, больше понравится вот такое изображение. Надеюсь, данный урок окажется для вас полезным. И вы будете применять полученные знания при обработке своих фотографий. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.